доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и вновь первое видео от лаборатории психологического обеспечения в 2018 году очень часто как это ни странно возникают такие вопросы а вообще чем занимается лаборатория я постоянно говорю о двух сторонах одной медали что одна сторона медали это производство как таковое а вторая сторона медали это человек и вот эта картинка вот этот слайд созданный в пауэрпойнте он отлично это все характеризует специальные вот нарисовал чтобы вам показать постоянно вопросы возникают как ни странно вот сегодня у нас 10 число в общем то вчера был первый рабочий день и уже вчера мне пришлось об этом вновь говорить нашим уважаемым контрагентам которые задают такие вопросы два звонка было двух предприятий вообще что вы делаете я рассказываю о том что это определенное требование ростехнадзора привожу какие-то административные регламенты постановления правительства и так далее и так далее и так далее когда разговор идет более конкретно предметно я вот как раз упоминаю об этой самой медали мы вот на этом слайде это все так так достаточно четко отражено другими словами мы имеем с одной стороны это чем как бы файл озаглавлен возникновение антропогенной чрезвычайной ситуации и вот здесь вот я попытался отобразить картинку завода производства предприятия организации какой-то занимающимся занимающейся какой-то деятельностью связанной с потенциально опасными видами работ будь то атомная станция будь то там сборка разборка ядерных боеприпасов будь то нефтеперерабатывающий или еще какой-то завод и так далее и вот здесь надо говорить о том что это предприятие неизбежно любая техника это неизбежно она приходит негодность ломается существуют требования суот поэтому по этому поводу то есть определенные требования по шуму вибрации и так далее и так далее и так далее масса факторов так вот в любом случае никто не будет возражать и спорить о том что существует вероятность уязвимости оборудования и технологий в сфере опасных технологий я всегда привожу такой факт что в среднем на атомной станции вот их всего 10 в российской федерации в среднем на одной атомной станции в год об этом мало кто знает мало кто информирован об этом происходит 3-4 останова то есть вот их 10 вот представьте сколько раз в год условно говоря да мы с вами подвергаемся риску подобно допустим чернобыльской катастрофе ну и в общем то по другим предприятиям источником ионизирующие излучение транспортным предприятиям авиа ж д транспорта нефтегазом добывающим и так далее и так далее и так возникают периодически какие-то тех технологические трудности технологические проблемы сбои оборудования и так далее и вот эта часть картинки как раз вот это собственно и отображает уязвимость оборудования оно не вечно значит все все может потенциально сломаться это одна сторона медали вторая сторона медали этот работник человек с его так называемыми профессионально важными качествами имеется ввиду внимание память мышление речь эмоционально-волевая сфера характеристики темперамента собственно характер личностные особенности его индивидуальность эмоционально-волевая сфера которая объединяет все это вот это все характеризует человека работника со стороны человека здесь у нас производство с его требованиями а здесь у нас человек с его вниманием и памятью и концентрации внимания работоспособностью и так далее соответственно если здесь мы наблюдаем уязвимость оборудования технологий усталость металла она в общем то никто ее не отменял и так далее и тому подобные вещи то здесь у нас речь идет о пвк профессионально важных качествах которые в конечном итоге сводятся так называемой профессиональной надежности вот этот термин профессиональная надежность персонала вот лаборатория психологического обеспечения собственно и занимается этими вопросами вопросами пвк профессионально важных качеств упоминаемых на и уже и собственно они приводят в конечном итоге к некой интегральной обобщенной оценке работника как человека надежного, профессионально надежного в выполнении своей деятельности. Ну и вот здесь в центре как раз у нас показан вот этот человеческий фактор, то есть чрезвычайная ситуация. В конечном итоге все это можно свести к так называемому показателю интегрального светофора. Зеленый, желтый, красный. То есть годен, ограниченно годен, негоден деятельности на производстве. Если это очень сильно упрощать, это все содержит все эти слова, которые я произношу в этом видео, они конечно содержат под собой огромный пласт, огромный объем различных нюансов, тонкостей и так далее и тому подобных вещей. Но одним словом, наша задача, каждый работник имеет право на ошибку, наша задача свести эту вероятность этой ошибки к минимуму со стороны человека. Здесь у нас работают службы безопасности, технического контроля, Ростехнадзора и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, понятный и ясный фактор. Его можно пощупать, увидеть со стороны предприятия. Здесь это тоже выражается не в каких-то словоблудьях, а в конкретных цифрах, графиках, диаграммах, результатах, объемах памяти, уровня концентрации внимания в циферках, характера, темперамента, личности человека. В конечном итоге, которое сводится к индивидуальности и как следствие к оценке профессиональной надежности. Повторяюсь уже. Но это очень важно. Вопросы задают, я не устаю в это в телефонных разговорах повторять. И вот решил заснять это видео, чтобы возможно снять какие-то вопросы у наших потенциальных или действующих контрагентов. На этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы, пишите их под этим видео, задавайте их мне по электронной почте. Отвечу, помогу, расскажу все всем, чем смогу. Ну и кроме того, надо упомянуть наш сайт lpfo.pro. Соответственно, там есть все нормативные документы, организационные документы, требования, которые предъявляются к тому или иному обследованию, виду обследованию, входному, периодическому мониторингу. Ростехнадзор четко за этим, за всем следит. Четко требует выполнения этих функций своим административным регламентом 721, как основным документом. Ну и там есть еще ряд дополнительных документов. Заходите в разделе документы, вы все увидите, чем это юридически, организационно обосновано. Благодарю вас за внимание еще раз и удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!